Повесть о непаратых поколениях, или кое-что о телесных наказаниях. Радия. Спотник. Повесть о непаратых поколениях, или кое-что о телесных наказаниях. 7 часов Питер Брейгер старший. Наказание в школе. 1556. Владимир Бычков. Обозреватель радио. Спотник. Все материалы. Бить или не бить. Учеников. Этот вопрос долгие века дискутировался учителями и воспитателями всего мира. В последние десятилетия вроде бы пришли к решению не бить. Но, оказывается, не все и не везде. В этот день. Лет назад. 25 февраля 1982 года Европейский суд по правам человека постановил, что британские родители могут требовать отмены телесных наказаний в школах. И действительно, через несколько лет наконец-то такие наказания были признаны властями Британии и унижающими человеческое достоинство. Всегда в таких случаях хочется воскликнуть. Ага, значит, несколько веков подряд Порка не только ничего и никого не унижала, а, быть может, даже еще и возвышала. Так что ли? Ну, ладно, оставим сей дуализм в покое. Это очень долгий философический спор. Кстати, достоинство было возвращено только в государственных школах. А в частных школах телесные наказания не сразу отменили. Поэтому в них вопрос бить или не бить, был актуален до самого конца 20 века. Ройтерс, Стив Парсонс. Кембриджская Кэтрин на встрече со школьниками в Оксфорде. Ройтерс, Стив Парсонс. Герцогиня Кембриджская Кэтрин на встрече со школьниками в Оксфорде. Второй вопрос. Чем, собственно говоря, бить, то есть воспитывать? На Туманном Альбионе в ходу была шлепалка, деревянная, кожаная, из жесткой резины, в виде вытянутой пластины с рукоятью. И по рукам ей, и по пальцам. Это орудие воспитания называется по-русски не очень падл, от английского родливесло. В континентальной Европе этот падл часто заменяла обыкновенная линейка. Ей отмеряли силу, и объем наказания. Еще применялись гибкая трость, ну и, конечно, обыкновенный ремень. Классика жанра. Куда ж без него. Другой мировой светоч демократии и прогресса США. А последним штатом, где в государственных школах были запрещены телесные наказания, стал Нью-Мексико. И это произошло не в какие-то старозаветные, были иные времена, а в 2011 году. Получается, что последнее американское паратэ поколение совсем недавно вступило в серьезную взрослую жизнь. Да, совсем забыл. На частные американские школы этот запрет не распространяется. Поэтому тамошние учителя до сих пор вовсю орудуют падлами, вколачивая в своих учеников азы гуманизма, прогресса и демократии. Теперь о России. У нас еще во времена империи были не паратые поколения. Это словосочетание приписывают Александру Сергеевичу Пушкину. А все началось, пожалуй, с Екатерины. Тю. Поклонницы Жан-Жака Руссо и Вольтера. Ну как порка могла быть совмещена с идеями просвещения? Рия-Новости, Рия-Новости, Екатерина. Тю. Рия-Новости, Рия-Новости, Екатерина. Тю. Своих старших внуков Александру и Константина она, конечно же, воспитывала без рукоприкладство. А вот младшим Николаю, будущему императору, и Михаилу повезло гораздо меньше. Бабушка Екатерина умерла. Отец Павел Ай назначил к своим сыновьям воспитателем Матвея Ламсдорфа. По воспоминаниям, он не стеснялся бил великих князей розгами и линейками, ударял даже их об стену. Великие князья постоянно находились как бы в тисках, не могли свободно и непринужденно не встать, не сесть, не говорить, не забавляться. Позднее этот, с позволения сказать, воспитатель будет возведен в графское достоинство. Видимо, за успехи на Ниве просвещения. Впрочем, Ламсдорф немец. И наказывал он в соответствии с понятиями и традициями Германии. Например, когда в одиннадцати лет будущий император Петр, а тогда галштинский герцог остался круглым сиротой, к нему в качестве наставника приставили обергов маршала графа О.Ф. Брюмера. По воспоминаниям, этот Брюмер отличался невежеством, грубостью, жестокостью и варварским отношением к своему подопечному. Он морил Петра голодом, истязал и унижал. Брюмер говорил своему воспитаннику, я вас так велю сечь, что собаки кровь лизать будут, как бы я был рад, если бы вы сейчас же подохли. Но, с другой стороны, возвращаясь к пушкинским непоротым поколениям, надо вспомнить, что именно их представители вышли в декабре 1825 года на Сенатскую площадь. Вот тут и задумаешься, бить или не бить. Николай Ай, пройдя через воспитание Ламсдорфа, мудро решил найти своему сыну, Александру, более человечного и доброго наставника. Воспитателем будущего великого реформатора стал поэт Василий Андреевич Жуковский. РИА Новости – Алексей Варфоломеев. Поэт Василий Жуковский. РИА Новости – Алексей Варфоломеев. Поэт Василий Жуковский. Но это касалось только сына. А в гимназиях при Николае по роли и по уставу, и по традиции. Причем император, любивший во всем порядок, ввел здесь регламент. За каждый проступок полагалось конкретное наказание. А решительную борьбу с розгами в учебных заведениях повел уже сын Николая Непаратой Александр. В 1864 году уставом гимназии и протогимназии телесные наказания были отменены. Хотя, конечно, в реальной жизни бывало всякое. В тогдашней Европе о таком гуманизме даже и не помышляли. И буквально до нашего времени ссылались на силу обучаев и традиционное право. Один из наших иммигрантов первой волны вспоминал, в Германии, перед Второй мировой войной, еще били гимназистов. Не было телесных наказаний в строгом смысле этого слова, но пощечины практиковались, как самый обычный способ педагогического воздействия. К русским детям, посещавшим германские школы, эта система, впрочем, не применялась. Наши варварские нравы, по европейским взглядам, ликвидировали всякое телесное воздействие на школьников уже лет 80 тому назад. И попытки немецких учителей бить по физиономии русских детей приводили к скандалам. Иногда родители приходили скандалить, а иногда и школьники отвечали сами так, что русские варвары были оставлены в покое. В Германии школьные телесные наказания были запрещены только в конце 1970-х – начале 1980-х годов. Фото с наследником в ссылке в Тобольске. Фото с наследником в ссылке в Тобольске, но совсем без наказания в доме Романовых. Конечно, не обходилось. Например, к детям Александра. Воспитатели тоже применяли репрессии, как то – выговоры, угрозы пожаловаться императору, лишение сладкого, запрет на игры, стояние в углу. А Николай действовал уже совсем демократично, лично наказывал своих детей. Ну, это вообще было что-то нежное, как любит выражаться нынешняя молодежь. И не заходило далее легких шлепков доброй отеческой ладонью по мягким местам. О советской школе даже и говорить не надо. Там априори любые телесные наказания были изначально под запретом. Существовала, конечно, своя система репрессивных мер. Из них, пожалуй, самая страшная вызов родителей в школу. Потому что домашние то разборки никто не запрещал. Автор Владимир Бычков, Радия Спутник